Народ, всем здорово, меня все по-прежнему зовут Зак, мы продолжаем играть в Assassin's Creed 2, проходить эту игру с модами. В предыдущем видео играли с модом на экипировку солдата Этсо, то есть другими словами, мы играли за Этсо в костюме стражника. Была такая миссия, на которой нам надо переодеться под стражника, типа замаскироваться, отнести ящик, потом встретиться с Родриго Борджа, он же пророк, но он думал, что он пророк, а на самом деле он не пророк, пророком оказался Этсо Аудитория в итоге. Ну и короче мы там посражались с Родригой и нас потом посвятили в Ассасины, вот. И в предыдущем видео мы играли с модом на вот эту вот маскировку, то есть играли за стражника Этсо, сегодня мы знаете уже за кого поиграем, продолжим играть, проходите эту игру. Да, вы уже должно быть поняли, хотя в принципе и в названии видео это будет тоже сказано. Мы поиграем за самого обычного Этсо Аудитора из начала игры, но только прикол в том, что к этому моменту игры мы должны играть уже за Этсо в костюме, то есть за Ассасина Этсо, скажем так, мы должны играть, а не в этом наряде. Но сегодня я установил мод на вот этот вот наряд из начала игры, потому что следующая миссия на очереди по убийству в Ерипадсе, того самого паренька, который досаждает нам с самого начала игры. Когда Этсо еще выглядел вот так. Сейчас мы пройдем эту миссию, убьем в Ерипадсе и сделаем это вот в таком вот костюме, это будет очень символично, потому что в Ерипадсе это самый первый враг этой игры, и вот только на этой миссии мы его убьем, но убьем уже получается в костюме Ассасина. А в сегодняшнем видео мы впервые это сделаем вот в таком вот костюме из начала игры. На самом деле в начале игры я даже как-то не любил вот этот костюм, вот такой вот обычный, в детстве по крайней мере, в детстве когда я играл впервые, я вот как-то вот не любил вот этот костюм, мне уже наоборот хотелось побыстрее получить Ассасинский костюм. Вот. Я прям-таки очень жаждал наконец-то его получить и был удовлетворен, когда Этсо наконец-таки его одел. Ну и всю последующую игру он будет в Ассасинском костюме, который периодически мы будем улучшать всякими броньками и плащами. А сегодня, уже как бы спустя столько лет, игра детства, я в нее уже просто тысячу раз переигрывал, уже все тут наизусть знаю. И я понимаю, что наоборот как раз-таки, наоборот-таки, в этом костюме мы лишь в начале игры. А в том-то и дело, что все последующее время мы играем в обычном Ассасинском костюме и это уже, ну, не очень-то круто, наверное, все-таки, да? Поэтому вот этот костюм, он какой-то даже особенный, в нем есть какая-то определенная изюминка. Так что, наоборот, было бы неплохо даже пройти какие-то миссии именно в нем, в этом костюме из начала игры. Но пока что, ребят, встреча с мамой и с сестрой, которая появилась из ниоткуда. Этсо, посмотри на нее. Я не могу ее разговаривать. Она все дни и ночи проводит, глядя на перья, которые собрал Петруччу. Она не может забыть о нем. Я не знаю, что делать. Не волнуйся. Ей станет лучше. Я уверен. Донт вори. Не беспокойся, не волнуйся. Ей полегчает. Обещаю. Я принесу все перья. Ей станет лучше. Держись, мама. Перья будут. Но не скоро. Вау! Сто штук! Очень не скоро. Ну ладно, смотрите, даже вот полюбовались на вот такую сцену с мамой и Клаудией. Только в ней обычно так-то игрок стоит в костюме Ассасина. А мы, те самые исключительные ребята, которые в сегодняшнем видео посмотрели на вот эту сцену вот за такого Этсо. Да и вообще, в принципе, это нестандартно, согласитесь. Мы играем за вот такого вот Этсо из начала игры. Не в ассасинском костюме. И при этом бегаем по вот такой локации Монтриджони, в которой так-то обычно все игроки, ну, могут побывать только уже разблокировав костюм Ассасина. За такого Этсо мы тут, короче, ни разу не бегали. А сейчас вот впервые бегаем. Вот за такого обычного Этсо по улочкам Монтриджони. Круто выглядит, конечно. Нестандартно, весьма впечатляюще. Ну и что ж, отправляемся в Сен-Джиминьяно на поиски в Ере. Миссия называется «Неотвратимость наказания». Я уже даже запомнил. «Неотвратимость наказания». Помню в 21-м году, когда переигрывал на видео впервые, экспериментировал там и так далее. Даже не мог название нормально прочитать. Что-то какое-то оно сложное. «Неотвратимость наказания». Сцена завершилась, написано «Неотвратимость наказания». Такое слово сложное, настолько сложное, я его вообще первый раз в жизни вижу. Мне 20 лет, за 20 лет я первый раз вижу слово «Неотвратимость». Может быть, конечно, я его раньше видел, но вот именно в написании, именно в произношении, я даже никогда его не произносил. Не читал. А сейчас не то, что прочитать незатруднительно. Да я даже запомнил уже. Это сложное слово. «Неотвратимость». «Наказание» в миссии называется. Кстати, да, любопытно посмотреть, а как на английском эта миссия звучит. Как же она на английском вообще звучит? Давайте посмотрим. У нас же сейчас английская версия игры, потому что с русификатором моды не идут. Хочешь поиграть с модами, ну вот, допустим, за обычного вот такого вот Этсо-аудитора, то изволь играть на английском. Ну что ж, здравствуй, дядя. Как ты? Этсо, что ты здесь делаешь? Нужные ворота плохо охраняются. Туда и нанесем удар. Пронти? Ну что ж, миссия называется «What goes round». Что? Раунд? Раунд что? Как это переводится? Вот я, наверное, даже попробую перевести. И, как бы, при монтаже, и вот покажу дословный перевод. Но точно могу сказать, что в русской локализации миссия называется «Неотвратимость наказания». Помогите Марио и его команде ассасинам, ассасинов. Или, может быть, не ассасинов, а наемных убийц. Ассасинейт, написано. Короче говоря, расквитаться с вьерепацией. Поехали, поможем. Точнее, погнали. Наступила тут же ночь. Follow Mario. Написано, follow Mario. Follow это, и мы идите за Марио. Let's go. Let's do this. Разделаемся с этим ублюдком, мать его. Как его там, вьерепаться. Да-да-да-да-да. Тот самый чел из начала игры, и мы сегодня тоже играем за Эдсу из начала игры. Я со своими людьми отвлеку стражу. Как только мы начнем сражаться, переберись через стену и придумай, как открыть ворота. Возьми эти метательные ножи. Используй их против лучников. Я готов. Начнем. Тогда начнем. Ну что ж. Вперед. Опять же, при монтаже. Озвучка будет русской. Но я пока что вот лишь примерно помню, о чем идет речь. Примерно. Но дословно, конечно, уже все забыл. Вот. Я дословно знаю только реплики из начала игры. А это уже, ну сами видите, последовательность вторая, по-моему, или какая. Уже как бы почти конец этой последовательности. Да, это уже действительно самая последняя миссия во второй последовательности. Уже тут наизусть диалоги я не припоминаю, если честно. Но какие-то все-таки помню. Буквально вот несколько реплик. Могу припомнить. Короче, нам дали метательные ножички, целых 10 штук. Но, как видите, нам пригодилось только два ножичка. Мы открыли ворота, но команда что-то даже... Мы так быстро это сделали, что команда еще даже не успела разделаться со стражниками. Давайте хоть чуть-чуть поможем им. Отвлеки этих стражников и не дай им поднять тревогу. Тогда у меня будет время на то, чтобы найти и заткнуть рот в ере. Бо-бэнне. Постой, племянник. Возьми с собой моих людей. На всякий случай. Когда разберешься с ними, возвращайся ко мне. Все улицы прям-таки переполнены этими стражниками. Кстати, а откуда Эдсу вообще клинок-то достает? Смотрите, клинка вроде нет. Это что за нафиг, парень? Ты не на того нарвался. Зря ты это сделал. Я бы, может быть, и пощадил бы тебя, но... Непростительный поступок. Ну давайте, пока там ребята дерутся, посмотрим вообще, откуда клинок-то, черт возьми, достается. Ну вот, он откуда-то оттуда, смотрите. Круто выглядит, конечно, да. Прикольно. Не каждый день такое увидишь, как обычно. Как обычно в моих видосах это и бывает. Не каждый день у нас тут вот такая нестандартная игра. Вот сегодня играем за вот такого вот Эдсу. изначально весьма впечатляюще. Надеюсь, вы уже поставили лайк, ребята. Ну что ж, разделываемся с последними. В начале игры они очень изичные. Так что разделываемся и продвигаемся дальше. Follow me, guys. Follow me. Сейчас мы должны тут где-то наткнуться на какого-то раненого чела. Блин, а что там парни-то бегут или что? Что такие медленные? Ребят, мечи слишком тяжелые, что ли? Давайте, двигайте. Follow me и все такое. Опа-на. Что если не разговаривать с ним, а сразу пойти туда? Да господи, я застрял. Что за фигня? Я реально застрял. Кацадемерда, или как там? О, давайте сразу сорвем плакат, а то у нас уровень розыскачал. Подрос немножко. Отлично. Короче, вот что будет. Во-первых... Сейчас, наверное, десинхронизируемся. Во-первых, тут никакой битвы. Просто все тупо стоят. Во-вторых... Ну, давайте послушаем этого парня. Все! На твоего дядю напали! Ему нужна помощь! Иди к нему! Ну вот, все, выслушали. Зона стала доступной. И тут же всех хватанули мечем. Хотя нет, не все, смотрите. Что-то баганулось немножко. Они не сразу... Драться начали. А, временник, вот и ты! Похоже, что возникло неожиданное осложнение. Люди в Ере напали на нас из-за сады. И теперь нам придется разбираться с ними. Поэтому я хочу, чтобы ты пошел дальше и нашел Ере. Найди эту змею. Покарай его! Раша-назвучка во время Монтра, как обычно будет. Я все это слушал на английском. Вы послушаете на русском. Окей. Ну и продвигаемся. Дядя Марио сказал что-то вроде... Этсо! Мы нашли в Ере, но на нас тут напали, короче. Типа, я задержу стражников. Мы их тут задержим. А ты пока что отправляйся на поиски в Ере. Разделайся с этим мерзавцем. Мы попозже придем, поможем. Что-то такое, короче. Ну, суть. Конечно, это очень сильно недословно. Но примерно так. То есть пока что дядя Марио там разделывается со стражниками. Вот наша задача. Пока он это делает, отправится сюда. Тут сейчас будет небольшая встреча... Темплиеров. Смотрим. Итак, слушайте. В Ере ты остаешься здесь и командуешь мерченари. Франческо собирает наших людей в городе и сообщит, когда придет пора удара. Якопо, твоя задача успокоить горожан, когда все закончится. А этот у бракона Марио? Он продолжает досаждать. Боюсь, он разгадает наши планы. От него одни неприятности. А как его брата, ублюдка. Отец, позволь отправить его к братцу. Когда закончим, у нас еще будет время, чтобы разобраться с этим рефьюти. Так, еще вопросы есть? Не бьем. Да направит тебя отец понимания. Да направит тебя отец понимания. Да направит нас отец понимания. Команданте! Команданте! А-а-а! Марио Аликтори пробрался в город. Он ищет вас. Так не заставим его ждать. Примем честный бой. Хоть я и человек не очень-то честный, но все же. Так, а вот и подкрепление в виде Марио и его команды. Наша задача просто встретиться с Вьери, который забрался вон на ту вышку, и убить его. Это будет крайне легко. Но сегодня мы сделаем это вот за такого вот Этсу из начала игры. Как раз в Ерепадсе это враг из начала игры, когда Этсу еще был вот такой. И, наконец, убиваем мы его впервые лишь на этой миссии. Наконец-таки, так сказать, сводим с ним счеты. Но, как правило, это происходит уже в костюме. К этому моменту игры мы уже в костюме. А сегодня мы точь-в-точь выглядим вот как в начале игры. И враг этот тоже из начала игры. Поэтому символично, в общем-то. Давайте возьмем ее. Вау. Что-то я не то сделал. Ну ладно. И разделаемся с этим мерзавцем. Эй, чел. Помнишь меня? Да-да, это я, Этсу Аудиторе. И тебе не сдобровать, я тебе так скажу. Что, сразу его убьем, или все-таки немножко посражаемся? Там, с теми же стражниками и так далее. Просто, ну, это крайне легко. Вот хоть сейчас Бериды убиваем. Давайте сразу. Вот он сейчас удар нанесет, и мы такие... Оп! Нет, не получилось. Давайте сразу его убивать. Сейчас вот он удар нанесет, и... Давай в Ере. Опа! Лежать все готово. Он труп. Что вы задумали? Вы и ваши прихвостни. Мой отец об этом узнал? За это вы его убили? Прости. Но ты и правда ждешь моей исповеди? Ты правда ждешь моей исповеди? Кусок демерде! Кусок дерьма! Чтобы ты еще помучался! По делам тебе досталось! Да чтоб тебя! Довольно, Эссо! Прояви уважение! Распект! Уважение! После всего... Ты думаешь, он бы проявил распект? Он бы проявил снисхождение к нам! Ты не верь. Не будь ему подобным. Пусть смерть поможет тебе обрести покой. Покойся с миром. Реклазген Пачи, бич. Возьми это. Прочти, когда будет время. Дело сделано. Пора. Возвращаемся на виллу. Ты не верь. Не будь ему подобным. Прояви уважение. Уважение? После всего, что было? Ты думаешь, он бы проявил снисхождение к нам? Ну, в английской версии он говорит что-то вроде Прояви респект. Респект? Респект, господи. Короче, да, респектнули. Как следует. Круто мы с ним разделались. Так сказать, свели счеты, старые счеты. За вот такого вот эцо-аудитора из начала игры. Это было потрясающе, ребят. С вас точно лайк. И кодовое слово No Respect. Нет, даже не так напишите, знаете как? Респект в Ере. Так и есть. Вот как есть, да, напишите. Респект в Ере. Он же и респект опросил, но вот. Вы напишите в комментариях Респект в Ере. Это будет кодовое слово. Вот такое вот достаточно простенькое. Для всех тех немногочисленных людей, кто досмотрел это длинный видосик до конца. Большое вам спасибо. На этом все. Увидимся. И пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова